Тихий и уютный двор, стандартная многоэтажка, пятый этаж. Эта квартира нашла свою хозяйку. Однушка по адресу Дарвина 8 больше не будет пустовать. Надежда вместе с маленьким сыном и мужем перейдет сюда уже в ближайшее время. Девушка получила жилплощадь по программе обеспечения детей-сирот жильем. Понадобилось много усилий, многих специалистов. И все показали свою качественную, профессиональную подготовку. Показали себя большими специалистами, квалифицированными. И благодаря этому была выглядела эта квартира, где сейчас будет надежда проживать. Все, поздравляю. Долго ли ты ждала эту квартиру? Какие эмоции воспитываешь? Четыре года. Эмоции все очень положительные, потому что будет свое жилье. Мы очень рады. Когда планируешь новоселье? Новоселье? Ну, пока еще не знаем. Сейчас немножечко здесь уберем, порядок наведем и сразу будем рассказывать друзьям. Квартира была куплена муниципалитетом у собственника напрямую. Все здесь осталось в хорошем состоянии. Есть даже кондиционер. И как мы можем увидеть, здесь есть все необходимое для проживания. Более того, здесь и предыдущий хозяин и мебель оставил, и кухонная мебель, и шкафы, и прихожая, и ковролин. Кондиционер. То есть, квартира очень в хорошем состоянии. На вручении квартиры побывали и правоохранительные органы. Прокуратура Уссурийска тщательно следит за тем, чтобы каждый ребенок-сирота получил необходимое ему жилье с соблюдением всех условий для проживания. Прокуратура на постоянном основе контролирует вопросы переселения граждан, в том числе из таких категорий, как дети-сироты. И каждое такое событие, оно является большим и значимым, поскольку лица, которые относятся к категории дети-сироты, должны получать жилье по закону. И прокуратура контролирует исполнение каждого такого решения. Уже в ближайшее время Надежда вместе с мужем и двухмесячным ребенком поселится в этой однушке. В целом же, это пятая квартира, которую выдали в этом году по программе обеспечения детей-сирот жильем. В планах приобрести еще шесть помещений. С начала этого года выдано 13 сертификатов на приобретение жилья. Владислав Нам, Игорь Антонов, Телемикс.